Так что вот так вот. Идя в поход, если взять непроверенные, так сказать, консервы, можно остаться голодным. Просто-напросто. Так что имейте ввиду, проверяйте перед дальними вылазками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От ООО Салком Плюс. Украина, Донецкая область, город Макеевка. Салком Плюс. Такая вот каша перловая, значит, седьмой месяц, шестнадцатый год, срок у нас и два года с говядиной. Состав мясо говядины, крупа перловая, вода питьевая, жир говяжий, лук сушеный, соль поваренная, перец черный молотый. Ну, кому интересно, посмотрите. Еще раз повторюсь, я еще из тех, так сказать, которые помнят, как каша должна выглядеть. Вот мы сейчас и посмотрим. До того, как начал греть, значит... Сразу прочитать... Вес пятьсот двадцать пять грамм. Каша стоит где-то в районе шестидесяти, семидесяти рублей. У меня еще такая греческая есть, попозже попробуем. ПО- Так вот выглядит она, ну не знаю, что-то как-то подозрительно. Вот это вот какая-то ржавчина что-ли от банки, что-то какое-то подозрительно, не знаю, стоит это есть, нет? Сейчас попробую сделаю весло. Давайте попробуем на камушек, может быть сверху такая просто подозрительная. Вы знаете, мясо вроде волокнистая, нормальная тушенка, ну вот сама обработка банки, конечно, я не знаю откуда это выдавилась, чернота вот эта вот на банке, это может быть из-за обработки, кстати из-за плохой банки, видите, он ржавчина даже, консервы вроде не помяты, ничего были, ну я не знаю стоит ли такую кашу есть, чтобы потом не заболеть бутулизмом каким-нибудь, не знаю, может погреть ее, лучше будет, ну что-то мне как-то она даже близкой не напоминает только старую кашу. Сейчас попробую погреть ее. Перловка какая-то вон желтая попадается, такое ощущение, что не очищенная. Видите? Большая банка за 60 рублей, заманчиво конечно, на вкус вообще нету, даже двойку не поставить. До этого каша была хоть что-то напоминала, а здесь вообще... Не то что там вообще, когда греешь кашу, ее охота... Знаете, ту старую кашу, когда греешь, ее охота съесть, эту мне никак не охота есть. По запаху, знаете, я собаке варил такую. Что-то типа того. Не пахнет она вкусно. Такая каша, деньги на ветер. Я такую кашу даже есть не хочу. То, что банка какая-то вон ржавая вся внутри. Прям... Уже первое подозрение, что плохо обработано. Второе. Запах вообще невкусный. Ну... Я так думаю, что ее... В костер пускай догорает. Обгорает. Вику такой, как... Ваши... Акталь... Кашу. Актуально. Нураживая.